Выбор карманного музыкального плеера. Обзор опыт использования некоторых моделей. Плеер за 90 рублей. Брак с Алиэкспрессом. Добрый вечер, дружок! Цены музыкальной плееры в марте 2019 года начинаются с 90 рублей. Вот этот плеер с 90 рублей. Вы можете найти его на фикс-прайсе и Алиэкспрессе. За 150 рублей у вас будет такой же плеер с ЖК-экраном. В мелких лавочках и буржуазных магазинах вы увидите плеер на данной плате за 200-500 рублей. Это точно такая же плата, какая находится в этом плеере. Когда-то мне подарили три таких плеера. И срок использования, пока аккумулятор не вздуется или не пойдут другие поломки, примерно месяц. Почему же он такой дешевый? Давайте разберем его. Разбирается он довольно просто, как на этой модели, так и на других. И здесь минимум винтов и подвижных деталей. Достаточно просто оттянуть клипсу, и он спокойно открывается. Вот плата, вот аккумулятор. Этот контроллер на этом плеере, как вот и на этой плате, делается на заказ исключительно в Китае и специально для китайских плееров. Аккумулятор живет месяц. После того, как он сдуется, и больше работать у вас уже не будет. Держит зарядку, такой сдутый аккумулятор, минут 30. До того, как он у нас не сдуется, ну примерно часов 5. Качество пайки очень низкое. Разъем от наушников. Отваливают снура. Вот на этом плеере, например, у меня они отвалились прям чуть ли не сразу, на этой плате. Даже плеером назвать сложно. Он может проигрывать в файлы только с SD-карты. Родной памяти на нем нет, как и других функций. Использовать смартфон как плеер неудобно. Быстро садится в батарее. И во многих смартфонах нет стандартного гнезда под наушники. Например, вот в бронированных. Поэтому в одно время я носил телефон за 1000 рублей и использовал его как музыкальный плеер. В этот телефон также вставляется SD-карта. В нем также есть диктофон, радиофонарик и прочие мелкие радости. Аккумулятор тут гораздо выше качества. И в целом после 4 лет использования данный телефон на ходу. Крайне не рекомендую брать плееры с тачскрином. У меня было 4 таких плеера. И у моих знакомых, так же как у меня, на нем ломались экраны. Примерно за 2-3 месяца. В особенностях этим грешат плееры ужасной фирмы X-Play. iPod Nano. Я использовал его от силы 3-4 раза. Крайне раздражает обязательный iTunes. Хотя можно скачать аналогичную программу, которая весит не 250 мегабайт, как iTunes, а 14 мегабайт. И без лишних винтифлюшек, реклама от Apple и прочего. Фирменный провод Apple и неудобное выключение для меня. Сделал iPod совершенно бесполезной вещью. Не так давно я решил купить плеер фирмы Benjiro K9. По-моему, называется так. В России цена на него от 2200. На Али я нашел за 1500. Мне первый раз пришел совершенно неработающий продукт с Алиэкспресса. Он не заряжался. Разбирается он легко. И я пытался его разобрать, починить и перепрошить, как было сказано во многих форумах. Для того, чтобы его разобрать, нужно отклеить верхнюю защитную пленку черного цвета. Под ней будет железная крышка с четырьмя винтами. И четыре винта откручиваются. И мы также видим плату с контроллерами. На форуме мне посоветовали замкнуть провода на главном чипе. И тогда он якобы перезагрузится. И его можно будет перепрошить. Также посоветовали перепаять аккумулятор. Все это было сделано. Но плеер совершенно мертвый. И поэтому я открыл спор с продавцом. Я советую вам всегда открывать спор. И не вестись на обещание продавца, что он приведет вам деньги. Или пришлет другой товар. Без открытия спора это все слова. И мне так несколько раз говорили продавцы сделать. Так и ничего и не вернули. Поэтому всегда открывайте спор. Китайцы они хитрые. В завершение хочу сказать, что у 90% мониторных наушников, что я использовал, ломался провод. Либо на креплении к наушникам, либо на соединении. Перепаивать мне было очень лень. Да и в принципе, я думаю, как и большинство. Хорошим выходом стала покупка наушников с отсоединяющимся проводом. Работают стабильно. Провод можно купить любой. Джек-джек. И слушать музыку. Выбор карманного музыкального плеера. Обзоры используемые в них. Те, ккинг. Те, ккинг. М através. Тебhy- Kollegen. е-к. Те, кто 돼, контролета продавца.